Мы продолжаем встречи с православными священниками и разговариваем о самых различных аспектах бытия, воспитании детей, межнациональных отношениях церковной жизни. Мы считаем, это необходимо сегодня всем нашим согражданам, ведь вера и патриотизм – вещи, стоящие рядом и питающие друг друга. В суете и круговороте жизни каждый в определенный момент задумывается, для чего и зачем он живет на земле. Порой эти вопросы вызывают ступор и полное непонимание своего существования ни у алкоголика, ни у руководителя, ни у отличного семьянина. Давайте же совместными усилиями попробуем понять, что главное в жизни. Покупка машины или помощь в строительстве храма, изучение английского языка или изучение православной культуры, прощение или месть. Таких выборов в нашей жизни очень много. Самый трудный – это правильный выбор. Выбор души и сердца, а не живота и огромных мускулов. Выбор семьи и родины, а не одиночества и космополитизма. Выбор своей веры, а не навязанная реклама и продавцами идеологии псевдохристианских и прочих течений – воззрениями, созданными на базе разработанных за океаном психотехник. Давайте думать и выбирать. Отец Ярослав, как Вы относитесь к введению нового школьного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»? Я думаю, хорошее такое начало, потому что раньше, мы знаем, в некоторых регионах проводили занятия по этому предмету новому. Но с этого года, будет с 1 сентября во всех школах Российской Федерации новый курс, новый предмет. И надо сказать, что, с одной стороны, это такое приятное явление, потому что оно нас обнадеживает. А с другой стороны, этот новый предмет он встретил, вернее, на пути к принятию этого предмета были многие такие вот неожиданные трудности, препятствия. В частности, требовалось от родителей, чтобы сами родители выбрали для своих детей, что они будут изучать. И многие школы, как мы знаем, даже в Матвея Кургане третья школа, потом Ряжинская школа, Андриановская школа, и еще, по-моему, четыре школы, они выбрали один из шести модулей, но не тот, который бы хотелось нам, потому что, почему нам хотелось, чтобы они именно выбрали основу православной культуры, потому что в нашем регионе большинство людей, подавляющее большинство людей, проживает именно с православным вероисповеданием. И принимать вот какой-то другой модуль, скажем, основы какой-нибудь буддийской культуры, это совершенно неестественно для нашей местности, для наших людей. Мы знаем, что здесь Донской край – это казаки, а казаки всегда были православные во все века. И поэтому мы были очень озабочены тем, что некоторые школы приняли даже не один из модулей какой-то другой чужой религии нашему народу, но модуль совершенно такой, я считаю, неприемлемый, то есть светскую этику выбрали. А светская этика, я не знаю, ну, вот, наверное, не все обдумали правильно свои решения, потому что это название, оно как многообещающее, да, но если вникнуть в суть этого предмета, то, собственно, это предмет фактически атеистический. И опять нам заново приниматься, учить наших скольников тому, что там Бога нету, и подобные вещи преподавать, это было бы, наверное, как бы наступать опять на те же грабли. Поэтому пришлось поработать, и вот там, где вот я окормляю школы, четыре школы, это вторая Матвея-Курганская школа, потом Латоновская, Марьевская школа средняя, и в том числе вот названная Новоандриановская, где в начале родители избрали светскую этику. Вот я все-таки туда вот ездил с директором, разговаривал, встречался с родителями, было родительское собрание, и после таких вот долгих обсуждений, даже споров, все-таки пришли к выводу и к мнению, что лучше изучать вначале свою культуру, вот изучить ее. А если кто-то потом пожелает в будущем вот поинтересоваться другими культурами, у него всегда будет такая возможность. Вот такое примерно понимание вот этого вводимого нового курса. И это заслуга, надо сказать, Русской Православной Церкви, потому что инициатива исходила изначально от Русской Православной Церкви, от руководства, и это была такая инициатива долголетняя, потому что не сразу соглашалась руководство страны. Но потом вот после многих диалогов все-таки было принято преподавать ПК, ну и вместе с АПК ввести в школы и другие религиозные культуры. Здесь что вот для меня, как для православного священника, и для большинства людей, исповедующих именно православие, не очень понятно, почему вот в нашем Донском Краде и во всех других регионах, где подавляющее большинство исповедует православие, почему на одинаковых условиях вот вводятся все остальные модули, то есть изучение там исламской культуры, буддистской, иудейской культуры. Непонятно, почему. Потому что возьмем, вот если мы понимаем, что в Российской Федерации проживают многие национальности, многие вероисповедания, и вот взять в этнических республиках, там Дагестан и Татарстан, Чечня, Ингушетия, там изучаются не то, что основы исламской культуры, а изучается буквально, то есть во всем объеме исламская культура изучается, и она изучается давно, то есть это не то, что вот с этого года, она изучалась с самого распада Советского Союза. И там проблем таких не возникало. Когда правительство пошло на уступки русской православной церкви, то есть получилось какое-то сотрудничество, и вдруг вместе с православной культурой нам преподают и другие культуры, причем на одинаковых условиях, это немножко так вот обидно для православного человека, я думаю, и непонятно. – Отец Ярослав, ну вот касаясь так называемой толерантности в нашей стране, действительно многонациональная, более 200 национальностей проживает, в том числе в нашем крае не меньше сотни, наверное, можно насчитать. Как вы думаете, вот взаимодействие и взаимопонимание, взаимопроникновение культур поможет этот предмет или какие-то другие нужны вещи делать для того, чтобы не было актов терроризма, каких-то проявлений крайних религиозного фанатизма на нашей земле? – Я думаю, что если дать возможность человеку изучать свою культуру, свою религию, изучать, жить по законам своей культуры, своей религии, я думаю, что это как раз снимет напряжение, потому что нам сейчас в последнее время так называемые глобалистские процессы, они нам навязывают что? Чтобы все культуры, все религии, чтобы они были в одном месте, как-то тесно сотрудничали, чтобы они перемешались, и чтобы вот из этого якобы должен получиться мир и благоденствие. Но история показывает, что этого никогда не было и не будет. И вот когда вот так вот, такими методами пытаются свести разные культуры и национальности, и религию, то отсюда и получаются конфликты. Я считаю, что наша страна, она, конечно же, многонациональная, и вот много религий пребывают в нашей стране, но если взять по процентной какой-то ставке, то это, я думаю, что даже не стоит на эту тему рассуждать и говорить, потому что большинство в России русских и большинство православных. И вот касательно нашей страны, я думаю, что от нас не исходит, от русских, от православных, не исходит никакая угроза вот в этом плане. То есть мы народ миролюбивый, народ гостеприимный. Мы хотим, чтобы, если кто-то приезжает к нам, чтобы они приезжали культурно, чтобы они здесь себя вели достойно, то есть уважали нашу историю, нашу культуру, нашу веру, конечно, чтобы уважали. То есть это как вот и такие обычные отношения, чтобы были добрососедские, вот как мы обычно идём друг к другу в гости, мы приходим, мы в гостях себя, стараемся себя вести как-то вот порядочно, чтобы не было со стороны хозяев никаких нареканий и недовольств. Но что получается сейчас, вот мы видим, особенно в крупных городах, здесь как-то вот эта проблема остро не стоит. А вот взять Москву, я там иногда бываю и сам лично видел, и так часто вот слежу за новостями, там очень напряжённая обстановка вот на религиозной, национальной почве. И этот предмет, который вводится сейчас, я думаю, что он не решит проблемы, конечно же. Всем как бы набило оскомину, потому что и по телевидению, и с высоких трибун нам пытаются вот именно как-то нас вразумить, нас призвать к тому, чтобы мы были толерантны ко всем. Ведь если... Причём именно русские. А? Именно русские. Да, русские, именно русские должны быть толерантны. То есть, почему бы не взять и вот эти термины, направить в адрес людей, которые приезжают в нашу страну, и чтобы они действительно научились уважать другую культуру. И вот я опять же повторюсь, что мне понравилась передача, ну она как понравилась, просто интересная тема была, острая, вот специальный корреспондент. Там очень много было людей, защитников, вот именно приезжих, заезжих. Кстати, незаконно заезжих. Там говорилось о том, что вот мы должны быть там толерантны, мы должны их уважать, их людей, приезжих, и должны им создавать условия, чтобы они могли себя здесь чувствовать комфортно. То есть, вот если они приезжают к нам, и, ну вот они не знают нашу культуру, значит, мы их должны учить, этой культуре, их должны бесплатно учить в школах, что, собственно, уже происходит в Москве, я это знаю, не буду на слышке. И есть специальные школы, где их бесплатно обучают. Их в школах большинство, там же местные жители, вот они чувствуют себя неуютно, они детей забирают и где-то переводят в другие школы. Есть старая поговорка, незваный гость, хуже татарин. Да, есть такую, да. И она не теряет свои силы, она от нее никто не отменял, и она сейчас тоже очень насущная. И вот, я думаю, вот интересно, вот эти все защитники, их правозащитники, вот они выступают. Так называемые либералы. Либералы, да, либералы. Они вот так прямо смело заявляют, что мы должны быть более гостеприимными. Ну, если, скажем, поехать вот к этим правозащитникам на их историческую родину куда-нибудь, да, ну, взять, к примеру, там, Израиль, да, поехать, да. Я знаю, что там очень жесткие правила. Хотя государство современное, демократическое, да, должно быть и толерантное, но там настолько жесткие правила, что там буквально все прописано. Если ты там что-то нарушил, тебя тут же выдворяют из страны, и там такого нет, чтобы человек въехал и потерялся, и остался там. К нам езжают каждый год миллионы трудовых мигрантов, и они где-то там вот растеряются. Ну, некоторых, конечно, выдворяют, когда они совершат правонарушения, их там вылавливают, потом бесплатно их содержат здесь в каких-то временных пунктах, потом за счет государства их отправляют обратно. Они там перед... Они садятся через неделю на следующий поезд, опять сюда въезжают, и вот эта катавасия длится бесконечно. И вот этим действительно либералам, которым дают право голоса с общероссийских каналов, им, мне кажется, все-таки как-то надо быть более уважительным вообще к россиянам, к русским, вот здесь живущим, более уважительно. Надо как-то учитывать, что у нас есть свои взгляды, свои подходы, и они другим не противоречат. То есть мы у себя дома, мы должны вот, ну, как-то все-таки жить по своим правилам. Вот уже становится действительно, я так вот смотрю, как-то опасно даже вот в Москве той же. Не все, правда, показывают по телевидению случаи, но очень часто бывает там нападение, ограбление, изнасилование, убийство. Вот, кстати, вот вы, наверное, тоже не слышали, я прочитал в газете, есть такая газета «Русский вестник», интересная газета, общественно-политическая. Так вот, я там к своему удивлению прочитал, что оказывается, недавно в Ходькове, вот здесь такой городок небольшой под Москвой, в Ходькове произошел инцидент. То есть вот эти приезжие, там, не знаю, кто по национальности были, но в Средней Азии, они совершили убийство на местного жителя. Там он в парке сидел, там, со своей то ли женой, то ли невестой сидел. Ну, короче, его убили. И вот это стало как последней каплей, местные жители все объединились, то есть было серьезнейшее такое народное волнение. И вынуждены были власти местные, то есть вопреки своему желанию, вынуждены были в кратчайшие сроки выселить всех заезжих, уволить с работы, потому что они все ниши позанимали, все рабочие места. И вот там, вот в этом городе, в отдельном городе, пока обстановка нормализовалась, и люди очень довольны. Я думаю, что вот такой неплохой пример. Поэтому толерантность – это хорошая вещь, но толерантность, она должна быть тогда ко всем одинаково применяема, а не только к нам. Чтобы услышать точку зрения прихожан Свято-Никольского храма, мы обратились к Ольге Александровне Самодис. Походы, если так можно сказать, в церковь, они, во-первых, дисциплинируют. Понимаете, вера в Бога – это дар Божий, не у каждого человека есть. Вот вы говорите, что люди воцерковленные, считают себя воцерковленными, ходят христианами, да, ходят с крестиками, но в церковь не ходят. Потому что у них нет этого дара Божьего, веры в Бога, это самое главное. Потом, вот в наше время мы вот так вот живем быстро, про зло, завидуем, агрессия кругом. А церковь же учит – прости, люби, все люди хорошие, все люди подобие Господа Бога. Господь Бог любит и праведников, и неправедников, и дождик, и солнце светит, и праведникам, и неправедникам. И отца Иерусла, конечно, мы все любим. И людей приходит в наш храм Свято-Никольский очень много. Все люди почитают святителя Николая, это само собой. Это самый такой святой, который вот сначала Господь Бог, потом Матерь Божья, потом святитель Николай. Вот все молятся, все просят, он слышит, он скорый в скорбях помощниче. Но еще все очень любят и уважают нашего батюшка Ярослава. Он своими руками ложил плитку в храме, он своими руками делает ремонт, он своими руками косит траву, он сажает деревья, занимается клумбами. Он недобрый дядечка, который прощает все. Он очень строгий, и он очень нас всех любит. Он очень скромный, он не смотрит в глаза, когда с тобой разговаривает. Это, я так думаю, что это воспитание такое вот истинного батюшки, чтобы вот чувствовать себя ниже. Он всегда посоветует, он все помнит, у него очень живой, пытливый ум. Он очень многое знает и очень во многом разбирается, и ему это все очень интересно. То есть у него нет только вот от и до молитвы, там, Жития Святых и все. Он занимается все и интересуется другой жизнью. Он очень интересный собеседник. То, что его люди любят, то, что люди ходят, большой пример в том, что вот в любую погоду, в дождь, в ветер, вьюга, в морозы, в жара, молодежь несет своих деток на причастие. У нас иногда получается, что в храме как детский сад. Эти малыши с сосками, с бутылками, они друг с другом играют, они друг другу рады, они улыбаются прихожанам, прихожане им улыбаются. То есть мамы понимают, что таким образом они заботятся о духовном и физическом здоровье своих детей. Когда я была школьницей, ну, наверное, еще и студенткой, всегда говорили, что в храм ходят только неграмотные бабушки, потому что они глупые, поэтому они в это все верят. Сейчас время, слава Богу, изменилось. Теперь в храм приходят все возраста. От грудничков, которых приносят сначала мамы и бабушки, до зрелых и, конечно, пожилых людей. Очень жалко, когда люди не идут за спасением в храм. Мы в храм приходим за спасением. Мы молимся о здоровье своем, о здоровье своих близких, коллег, соседей, друзей. И Господь Бог слышит наши молитвы, если они идут от сердца. А отец Ярослав нам помогает. Я когда-то читала в «Житие святых», что когда мамы рожают своих деток, они стараются, чтобы детки знали английский язык, чтобы они были сыты, чтобы они умели танцевать, чтобы они знали, как пользоваться столовыми приборами, чтобы у них была правильно поставлена речь. Но мамы не заботятся о духовном спасении ребенка. А наша материнская первая задача — это детей привезти в храм и научить молиться. Потом, во взрослом состоянии, ребенок, может быть, не будет ходить в храм, может, будет стесняться, потому что молодежь мало ходит, ну, не вся молодежь, будем говорить, ходит, да. Будут, может быть, какие-то у них свои мнения, отношения к православию. Но в сердце и в голове всегда останется то, чего делать нельзя. Ведь вера — это дисциплина, это помимо любви, есть еще заповеди. Эти 10 заповедей, которые нужно просто исполнять, а они ж неплохие. На этих 10 заповедях всё строится, вся наша жизнь. Вот открой, почитай, и не надо ничего больше придумывать. Вот Господь Бог нам когда-то, очень давно эти заповеди дал. Просто к ним не завидуй, не завидуй. Если ты завидуешь, тебе не прибавится, но ты будешь от этого болеть. Не ревнуй, не воруй, не злись. Радуйся всему, радуйся, слава Богу, что день наступил, что поют даже эти птицы, даже воробьям радуйся. Радуйся ромашке, радуйся солнцу, радуйся. Вот это вот и есть наша вера в Бога. А отец Ярослав, мы там большая-большая семья, мы друг другу рады. Мы когда друг друга видим, мы стараемся чем-то помочь. Мы, конечно, здороваемся друг с другом. Мы там, ну, просто семья. Церковь в таком широком понимании, ведь это именно собрание верующих. Это не священство само по себе, как многие думают. Да, это мы. Когда говорят о церкви, церковь, да вот это батюшки, значит, или попы по-другому нас называют. Но церковь это именно собрание верующих. Я вам сейчас отвечу еще на вопрос, что вы говорите, что люди ходят с крестами и считают себя православными, и не хотят ходить в храм, говорят, Господь будет у нас в сердце, и мы сами там, сами с ним разговариваем, сами ведем беседы, и нам этого хватает. Это неправильно. Я тоже читала в Житии Святых, что только те молитвы, которые произносит священник, вот только эти молитвы, они очень сильны, и нас всех объединяют, и нас всех спасают. То, что мы утром и вечером молимся, то, что мы молимся в течение дня, это само собой, без этого нельзя жить. А вот то, что произносит священник, и вместе с хором, вместе с диаконом, сейчас у нас диакон служит, это у нас единственное во всем вообще благочиние, да, ты так красиво ощущаешь себя вообще, как будто ты в Москве находишься в храме. Вот только то, что вот эта совместная наша прихожанская молитва только бывает, только в приходах. Дома так ты молиться не сможешь, не будешь никак. Наши отношения к отцу Ярославу. Я была в отпуске, а 22 мая, престольный день святителя Николая, престольный день нашего храма, память святителя Николая. И будний день, это вторник, и я пришла, конечно, на службу. Вы знаете, сколько было людей в будний день? 170 человек, не считая детей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, повторюсь, святителя Николая все чутут и уважают очень батюшку Ярослава. Батюшка Ярослав организовывает потом, после службы, после водосвятия, после крестного хода, после молебна, приезжают другие батюшки. Так интересно, когда идет сразу служба и несколько батюшек. Это такой праздник. У нас очень хороший хор. У нас матушка, реген, если правильно это так. И у нее голос такой, ну, как соловей. Вот когда матушка по каким-то причинам не может принимать участие в хоре, ну, прям грустно становится. Вот заходишь, диакон таким голосом красивым, хор подхватывает. Ну, вот просто праздник в душе, праздник, ну, невозможно не ходить. И вот столько было людей. И всех, всех, всех накормили. Очень много было вкусной еды. Да, помогали прихожане, помогали спонсоры, но еще и готовили. Люди всю ночь не спали, чтобы накормить всех вкусной едой. И люди, прихожане не разошлись, все знали, что хотя бы кусочек хлебушка съедены на этот праздник, добавив здоровья. Ну, что такое толерантность? Ну, Господь Бог один. Мы должны верить. Я считаю только, вот, христианская, она самая правильная. Я считаю вера и, наверное, секты. Это, конечно, жалко людей, что они попадают. Они очень сильно верят. Они, может, даже больше верят, чем христиане, но они заблуждаются. Жалко. Просто жалко людей, что они погибают. И приходя в наш храм, человек иногда просто зайдя поставить свечку, он остается. Просто так боковым зрением смотришь, человек пришел, там поставить свечку. Или за упокой, или о здоровье. И останавливаются, замирают, когда идет эта общая молитва, когда читают, когда поет весь храм веру. Или поют весь храм у людей. Они останавливаются, они даже не могут выйти. Они останавливаются или просто смотрят, или подпевают. То есть это такое вот, это нужно видеть. Люди верят. Как хорошо, что люди ходят в храм. Как хорошо, что они просят Бога о спасении. Как хорошо, что люди знают, что будет загробная когда-то жизнь. Что мы будем за все, за все в этой жизни отвечать. А отец Ярослав нам помогает. Он нам помогает своей любовью. Ну, знаю, своей любовью и своим трудолюбием. И еще очень-очень важно для нас, для всех, и очень приятно для нас, для всех, что не только отец Ярослав спасает наши души, а вся его семья. Саша, сын, дочка Настя, матушка принимает участие. И вот эта маленькая, их самая маленькая девочка, Верочка, которая еще даже маленькая, еще разговаривать не могла. Она уже пела Аллилуйя. Ну, и, конечно, наш дьякон, это тоже батюшкин родственник. Вот такое вот семейное чудо происходит в нашем храме. И люди идут, идут, идут с любовью, идут с радостью, идут и с горем, идут и, в общем, прислушиваются ко всему. И просто вот заходишь, подходишь к храму, заходишь, и вот тебе встречает эта аллея цветов. Сразу поднимается настроение. И в секты попадают, в основном, люди неверующие. Которые вот их немножко потревожили, там что-то поманили, объяснили, пожелали им. Как вот мне говорят, а вот православный храм, он не занимается досугом молодежи. Это что? Это что, дом культуры? Это заблудшие люди. Я даже, простите меня, мне иногда кажется, что у них что-то с психикой. Они не очень здоровые. И у них еще такая... Как правило. У них еще есть такая установка. Чем ты больше людей приведешь к себе, то ты тем, чуть-чуть, чуть ли не орден тебе. Чем ты больше людей собьешь с толку, это так плохо. А православие ни с кого не сбивает с толку. Ты сам приходишь. Это взор души. И сейчас столько много информации, столько много газет, книг, журналов. Можно свободно об этом говорить. То есть делай свой свободный выбор. Если один человек с семьей ходит в храм, он молится за всю свою семью. Он спасает всю свою семью. Если никто не ходит в храм, это очень печально. Эта дорога ведет к храму? Нет. А зачем нужна дорога, которая не ведет к храму? Эти слова из фильма «Покаяние» нужно сделать лозунгом наших дней. Все дороги ведут в храм. Так должно это звучать. А кривые тропинки все равно приводить на дорогу к храму и постепенно зарастать. Сергей Зыков, Александр Куличенко, телекомпания «Премиуси». Субтитры создавал DimaTorzok